Здравствуйте! В информационной студии Екатерина Грицун и коротко о событиях города и края. Аппаратное совещание открыло рабочую неделю в администрации округа 12 ноября. Руководители ведомств отчитались о проделанной работе и поделились планами на ближайшие 7 дней. Подробности в нашем первом сюжете. По информации отдела по Доленгорскому округу Департамента труда и социального развития, с 12 ноября вступил в силу закон о детях войны, которым предусмотрены дополнительные меры социальной поддержки для данной категории граждан в виде компенсаций. Чтобы граждане у нас не переживали, что будет как бы запоздало идти не на период производства, а компенсация. То есть вначале оплатили, далее мы получаем информацию от служащих организаций о том, что у них нет задолженности и мы компенсируем 50% на содержание жилья, коммунальные услуги для самого ветерана, который относится к этой категории. В пределах нормативов площади жилой установлены для расчета субсидии. Напомню, 1 человек 33 квадратных метра, 2 по 21 и если 3 и более, то по 18 квадратных метров. Также к ним относится льгота коммунальных услуг, это холодная вода, горячая вода, водоотведение. И у них 100% компенсация на капремонт. Но опять же льгота предоставляется самому ветерану в пределах нормативов потребления. Также планируется введение выплаты ко дню победы и ко дню окончания Второй мировой войны. Для этих мер поддержки пока существует только проект. Порядок будет установлен позже. Для назначения компенсационных выплат прием уже ведется. На территории Дальнегорска более 750 жителей со статусом ребенок войны, которые не имеют других мер социальной поддержки. Для этих граждан хочу сказать, что каждому наш специалист дозвонится и скажет, в какое время подойти для того, чтобы не было сумятицы у нас в единых социальных окнах. До кого мы не сможем дозвониться, тем мы направляем письма, приглашения, чтобы они подошли в определенное время, в определенный день. Также контактные телефоны у нас есть в единых социальных окнах для связи, для того, чтобы позвонить, если кому-то что-то непонятно. Кроме этого закона, у нас приняты законы, но вступают в силу с 1 января. Это по многодетным. У нас теперь будет компенсация на медикаменты. Если раньше было ограничение, у нас там 6 лет шло, то сейчас у нас нет ограничений, но опять же многодетные малообеспеченные. У них остается льгота на коммунальные услуги. И дополнительно у нас в размере 2,5 тысячи идет на культурно-массовые. Добавились океанариумы, добавились кинотеатры. То есть в течение года на каждого ребенка предоставляется сумма 2,5 тысячи рублей для того, чтобы посетить у нас культурные заведения. С 1 января многодетные семьи начнут получать выплату в размере 5 тысяч рублей на приобретение спортивной одежды и обуви. Это также выплата действует в течение года. То есть в течение года приобретаются, сдаются документы и им производится компенсация. Еще изменения какие подошли. Значит, закон вступает также с первого, закон вступает в силу с 1 января. У нас районы, приравненные к раннему северу, будет предоставляться компенсация 50% на воздушный транспорт. То есть кто у нас из льготных категорий, федеральный регистр, краевой регистр, приобретают билеты в авиакассах, сдают к нам также в единые социальные окна и производится компенсация 50%, но вступит в силу ограничения 20 тысяч рублей. Если раньше ограничений у нас не было на поездке по межгороду, то с 1 января вступает в силу ограничение 20 тысяч рублей. То есть и автобус, и авиабилеты, предел у нас 20 тысяч рублей. Все законодательные акты размещены на стендах учреждения. Специалисты единых социальных окон готовы ответить гражданам на все интересующие вопросы по телефону. Административная комиссия, которая состоится 14 ноября, подготовила 28 административных материалов, 20 из которых это за нарушение благоустройства санитарного содержания территории договора. В том числе на должностное лицо Прим ПГУП, Прим Тепло и Энерго, за отсутствие организации работы по восстановлению земельных участков после проведения земляных работ. Управление пенсионного фонда работает в штатном режиме. Ведомство обращает внимание руководителей организации на то, что с 1 января они обязаны предоставлять два оплачиваемых выходных дня сотрудникам предпенсионного возраста для прохождения диспансеризации. Категорию предпенсионного возраста этот работодатель будет определять по сведениям пенсионного фонда. Для взаимодействия по данному вопросу необходимо заключить соглашение об электронном документообороте. Мы проекты соглашений направили во все организации численностью 25 человек и более. Это неделю назад от некоторых уже пошли ответы. Но хочу обратить внимание, что необходимо заключить соглашение как можно быстрее для решения организационных моментов. И данные соглашения подписать и вернуть в управление пенсионного фонда. Работа Дальнегорской больницы в эти дни заключалась в устранении последствий пожара. Организовали работу нового приема покоя в том же корпусе для более лучшего обслуживания больных. Но, конечно, условия значительно хуже, чем были. Своими силами мы устранили, покрасили, побелили комнату, где ведется прием больных. Процедуру делаются. Сейчас изыскиваем средства на устранение последствий пожара. Это в холле и в зале ожидания приема покоя. Значит, сумма ущерба составляет, посчитали, порядка миллион десять, это на ремонт. И плюс коммуникации порядка миллион пятьсот тысяч. Причина пожара, значит, устанавливается, три версии, поджог, бросили окурок или возгорание в проводке. Поэтому работает комиссия, которая сделает выводы по причине пожара. За прошедшие выходные в лечебное учреждение с травмами обратились 23 человека. Всем назначено амбулаторное лечение. Серьезных случаев не зафиксировано. Фонд социального страхования также обращает внимание страхователей на необходимость скорейшего налаживания электронного документального взаимодействия. Фонд социального страхования вступил в проект информирования. Для этого по страхователям сейчас производится рассылка соглашений об информационном взаимодействии. Рекомендую страхователям в скорейшем порядке заполнить эти соглашения, дать информацию об электронных адресах для информационного взаимодействия с Фондом социального страхования. Ветеринарной службой округа уже выполнено около 95 осенних профилактических и противоэпизоотических мероприятий. Заболеваний, опасных для людей и животных, на территории не обнаружено. За прошедшую неделю зарегистрировано 5 случаев кишечной инфекции, 9 случаев не больничной пневмонии, 5 случаев опроса животных. Идет повышенная заболеваемость ветряной оспы, 13 случаев, 12 у детей, 1 у взрослого. Вспышки 5 и более случаев зарегистрированы в детском садуном родительном, кают школе номер 2. Идет эпидемическое расследование. Но ветряная оспы от инфекции не управляемая, то есть как бы высококонтагиозная, есть трехконтакт, вероятность заражения составляет около 80%. Вирусный гепатит 1 случай, с карлактином 2 случая. 2 случая в детском садуном родительном родительном, выдумано поручение. Проведение противоперимических мероприятий по состоянию ПОРЗ 267 случаев, 221 у ребенка. В целом, обстановка по заболеваемости респираторными, в случае, не стабильна, превышение мероприятий. Укусы животными были, значит, 5 случаев, и в них 2 случая собаки домашние, домашний, вход домашний. И одни в детском. За прошедшую неделю подразделения пожарной охраны выезжали на тушение пожара один раз, 4 на загорание. Два вызова оказались ложными. У больницы хотелось бы сказать, ну, как бы, оценку мы уже сделали, я имею в виду по тушению пожара, по самому, по причинам эта инспекция будет разбираться. Значит, на момент, ну, как бы, оценка персонала на момент прибытия пожарных подразделений, как бы, ну, и 100% люди отработали. Отработали, грубо говоря, на 3. То есть они сообщили пожарную охрану, вывели людей, практически всех молодцы. Но подразделения пожарной охраны не встретили. И не объяснили, какие двери открываются, какие не открываются, где ключи. Поэтому, как бы, время было тушение, ну, как бы, увеличено. Еще что хотелось бы отметить, что у нас сигнализация, которая установлена в больнице, она не заведена на пульт диспетчера. Почему, не знаю. Сигнализация есть, сигнализация правильная, сигнализация сработала. На момент нашего прибытия было речевое оповещение людей. То есть все слышали, все знали, что возник пожар. Но к нам на пульт не заведена. И пока человек нам не позвонил, а это все-таки время, может быть, 5 минут, может быть, меньше, то вот тут тоже, как бы, с временем реагирование тоже увеличение. Поэтому, я думал, что нужно вот этот вопрос решить в кратчайшее время и завести. Нам сигнализация, все условия у нас есть. Когда я прибыл на место пожара и стал у работника спрашивать, где люди, сколько выведено, мне никто не мог сказать. То есть людей вывели, а куда вывели? Стояли какие-то на улице, какие-то ушли в другое отделение. То есть вот с этим нужно поработать, разработать мероприятие, людей обучить, чтобы четко знали. Что медсестры, которые находятся в отделении, чтобы четко могли говорить, что 20 человек выведут. Очередные пожарные учения пройдут в больнице в расширенном формате, с полной эвакуацией ходячих больных. В Дальнегорском филиале «Примтеплоэнерго» все котельные работают в штатном режиме. Есть незначительные там все университеты, все оперативно решается. Спасибо. На контроле рабочую 12-14 держите? Конечно. Проверьте. Проверяем. В пятницу последняя была проведена. Значит, там температура теплоносителя даже немного выше, чем в соответствии с температурным графиком. Как будто там все тоже ушло. В некоторых домах это район типографии. Температура теплоносителя низкая. Поэтому нужно будет подстрелить тепловой график в соответствии с подаваемым теплоносителем. Я по этому поводу сразу доложу. Значит, еще раз повторюсь, что температура теплоносителя выходит в котельное в соответствии с графиком. Если у населения есть какие-то претензии, значит, ну, порядок обращения всем известен. То есть, техническая инспекция выезжает, делает замеры температуры в помещениях и там далее разбираемся. Потому что, ну, ни для кого не секрет, что проблема плохого теплоснабжения – это не только котельные сети, а также и внутридомовые инженерные сети, в общем, управляющие компанию. Примтеплоэнерго сообщает, что было осуществлено плановое переподключение центральных микрорайонов на водоснабжение из Нежданкинского водохранилища. Но цветность и мутность не пришли в норму. Хотя микробиологические показатели в норме. Сейчас у организации вышли из строя два насоса. Оборудование специфичное и дорогое. Один разрешено заменить на новый. Приобретение займет от 70 до 90 дней. Второе отремонтируют в цеху Дальполиметалла. По завершении мероприятий планируется вновь подключить районы к 27-му ключу. Отметим, жители округа задолжали Примтеплоэнерго порядка 400 миллионов рублей. 9 ноября мы депутатским корпусом приняли проект бюджета на 19-й плановый период, 20-21 год, в первом чтении. Сейчас работаем над вторым чтением. И хочу напомнить, что с 8 ноября приступила к работе конкурсная комиссия на замещение должности главы Дальнегорского городского округа. Было заседание первой конкурсной комиссии. Кто не знает, я думаю, все уже знают, что 8 человек заседали. Выбрали председателя. Председателем конкурсной комиссии выбран Кастенко Александр Иванович, первый вице-губернатор Приморского края. Выбрали заместителя Извенко Василий Иванович и секретаря Бабусова Наталья Борисовна. С 8 числа комиссия приступила к приему заявлений от граждан, которые хотят участвовать в этом конкурсе. И эта конкурсная комиссия будет работать до 28 ноября, 20 дней. Значит, 30 ноября будет состояться первый этап конкурса, и 7 декабря второй этап конкурса. То есть, дай Бог, если все это будет проделано, то, может быть, 8 декабря состоится заседание Думы, и мы уже определимся с главой. Уже одно заявление на соискание должности главы Даленгурского округа подано на рассмотрение комиссии. Во вторник, 13 ноября, состоится заседание комитета по городскому хозяйству. Ежегодно с началом отопительного периода свою работу начинает и плавательный бассейн «Лотос». Однако в этом году спортсмены к тренировкам в воде еще не приступили. Причиной стали технические работы по замене вентиляционной системы. Подробности в материале Татьяны Ковалевской. В настоящее время все тренировки проходят в сухих залах спортивной школы «Лотос». Начало сезона спортивного плавания в этом году пришлось задержать. В здании бассейна проводится капитальная замена системы вентиляции. В прошлом году мы попали в программу развития физической культуры и спорта Приморского края и нам выделили средства на вентиляцию, которая у нас была в таком плачевном состоянии. На сегодняшний день мы разыграли по 44-й федеральному закону аукцион на монтаж этого оборудования, закупили это оборудование и в данный момент мы его монтируем. Установка нового оборудования позволит автоматизировать циркуляцию воздуха во всем здании. Старая система вентиляции не справлялась с повышенной влажностью и на протяжении многих лет сотрудникам «Лотоса» приходилось бороться с таким неприятным явлением, как грибок. В обоих залах уже установлены воздуховоды, а в техническом отделении продолжаются работы по введению в эксплуатацию приточно-вытяжных машин. Это новое оборудование, которое будет работать по принципу отепления старым воздухом, который будет вытягиваться и который будет приточно-отепляться этим воздухом. Будет очень экономная система в плане снабжения воздуха и по всем будет очищаться воздух, через фильтра прогоняться, ее очищаться. И как бы эта система, она будет более энергосберегающая. Она будет летом охлаждать воздух, делать определенную влажность, забирать влажность и конденсировать при этом в системе. И наружные кондиционеры, которые будут стоять, они будут выделять тепло, которым будет обогреваться вода бассейна. В течение двух недель монтаж системы вентиляции будет завершен. А пока техперсонал ведет подготовку большого бассейна. Он первым будет запущен в работу. Сегодня мы моем плавательный бассейн, завтра мы начинаем заполнять ванну бассейна водой, чистить, греть. Числа 22-25, вот так вот, мы должны подготовить воду, очистить, нагреть ее и уже где-то начнем купаться. Ближе к концу месяца, скажем так, не ранее. Потому что, в самом деле, очень много пришлось делать работы для того, чтобы в помещениях плавательного бассейна было тепло. И вот эта вентиляция нам будет помогать в работе в нашей. Потому что будет более чистый воздух, более теплый воздух. Теплый, нагретый воздух не будет вылетать в атмосферу зимой. Он будет в системе рукоперации находиться, то есть в постоянном обороте внутри плавательного бассейна. Ежегодно 150 новичков поступают в спортивную школу «Лотос». Несмотря на технические задержки, этот учебный год не стал исключением. В конце ноября начнут свои тренировки группы начальной подготовки и спортивно-оздоровительные. 10 ноября отметили свой профессиональный праздник сотрудники органов внутренних дел. Поздравления и заслуженные награды полицейские принимали накануне в концертном зале Дворца культуры химиков. Подробности далее. В далекий 1917 год уходит история праздника. Военизированные рабочие дружины формировались в милицейские отряды и пополнялись тысячами добровольцев. 10 ноября 1917 года народный комиссар внутренних дел Рыков подписал постановление о создании рабочей милиции. Дата становится фактическим днем рождения милиции. С 2011 года после проведения полицейской реформы указом президента 10 ноября стал профессиональным праздником сотрудников органов внутренних дел. 9 ноября в честь Дня полиции состоялся торжественный концерт во Дворце культуры химиков. По традиции первым своих коллег поздравил начальник межмуниципального отдела МВД России Донегорский Алексей Голя. Уважаемые коллеги ветеранов правоохранительных органов, поздравляю вас и членов ваших семей с нашим профессиональным праздником. Сегодня день сотрудника органов внутренних дел России. Это праздник всех тех, кто охраняет наш сон и безопасно на наших улицах. Тех, кто служил в милиции и тех, кто сейчас служит в полиции. Тот, кто выбирает профессию полицейского, несомненно, хочет сделать наш мир лучше, принести в жизнь граждан своей страны безопасность и справедливо решать их проблемы. В этот торжественный день мы склоняем голову перед светлой памятью наших коллег, отдавших свою жизнь при выполнении служебного долга, ради стабильности государства и будущего наших детей. Также со всей искренностью и признательностью я поздравляю наших дорогих ветеранов, отдавших в лучшие годы нашу непростую службу. Ну и, наверное, самые теплые пожелания, счастья, добра, терпения и понимания хотелось бы в этот день адресовать семьям и сотрудникам, так как считаю, что наши близкие служат вместе с нами. Спасибо вам за вашу поддержку. Именно она помогает сотрудникам и днем, и ночью стоять на страже правопорядка и общественной безопасности. Уважаемые коллеги ветераны, здоровья вам, вашим близким, удачи, мира и понимания всем их любви и оптимизма. С праздником вас всех! В этот праздничный день были вручены благодарности Министерства внутренних дел за образцовое исполнение обязанностей, а также озвучены приказы о присвоении очередных специальных званий. За добросовестное отношение к службе поощрено более ста сотрудников межмуниципального отдела МВД России Дальнегорский. Приказом МВД России по Приморскому краю от 8.11.2018 года номер 1532 по личному составу майор полиции Суренков Евгений Геннадьевич назначен на должность заместителя начальника полиции по оперативной работе МВД России Дальнегорский 9 ноября 2018 года. И этим же приказом ему присвоено очередное специальное звание подполковник полиции. Присвоено звание капитан полиции, старшему лейтенанту полиции Гайну Динову Артему Альбертовичу, старшему госинспектору отделения ГИБДД. Этим же приказом звание лейтенанта полиции присвоено младшему лейтенанту полиции Гаценко Илье Сергеевичу, оперуполномоченную отдела по контролю за оборотом наркотиков. Помощник начальника отдела по работе с личным составом Вадим Сапатенко выразил благодарность, а также вручил подарки вдовам сотрудников, погибших во время исполнения служебного долга. Грамоты и благодарственные письма были вручены общественным организациям и спортивным учреждениям за помощь в работе. Мы выражаем благодарность коллективу спортивной школы «Лотос» и лично Хаматову Евгению Леонидовичу за многолетнее сотрудничество и оказание помощи в организации проведения занятий по огневой подготовке. Председатель Совета ветеранов межмуниципального отдела МВД России Дальнегорский майор в отставке Ирина Бычко выразила благодарность за помощь повседневной служебной деятельности, поддержание традиций взаимовыручки и профессионального единства старшему поколению, ветеранам, которые посвятили службе в органах внутренних дел не одно десятилетие. С Днем Полиции всех сотрудников органов внутренних дел поздравил исполняющий обязанности заместителя главы администрации Дальнегорского городского округа Вячеслав Хван. Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел, искренне поздравляю вас с профессиональным праздником Днем Сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. Защищать порядок и законность – это благодарная и почетная миссия. Охраняя мирный покой граждан, вы день за днем выступаете надежным заслоном на пути преступности. Каждый из нас знает, что именно вы придете на помощь в трудную минуту, нередко рискуя собственной жизнью, здоровью и покоем своих семей. Уверен, что к моим поздравлениям присоединятся тысячи дальнегорцев, чьё спокойствие и безопасность вы ежедневно охраняете. Желаю вам счастья, крепкого здоровья, домашнего тепла и уюта, успехов в работе, понимания родных, которые разделяют с вами трудности вашей нелегкой службы. Для сотрудников полиции в праздничный вечер исполнялись концертные номера как творчески одаренными коллегами, так и коллективами Дальнегорска. Покроется небо пылинками звезд, и выгнутся ветви упругом. Тебя я услышу за тысячу везд. Мы эхо, 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 мы долго ехать друг в друга. Мы эхо, 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 мы долго ехать друг в друга. Где до тебя, где бы я ни была, дотронуться сердце мне трудно. Опять нас любовь за собой позвала. Мы нежность, 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 мы вечная нежность друг в друга. В Приморье окончены расследованием порядка 15 тысяч уголовных дел. Сотрудники органов внутренних дел Приморского края отметили профессиональный праздник и подвели итоги работы. Подробности в материале наших коллег из пресс-службы ОМВД России по Приморскому краю. Приморская полиция реализует мероприятия, направленные на противодействие организованной преступности и коррупции, проявлением экстремизма, этнической преступности, повышение эффективности работы по предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию тяжких и особо тяжких преступлений, совершенствование государственной системы профилактики правонарушений, укрепление учетно-регистрационной дисциплины и повышение эффективности обеспечения общественного порядка и безопасности дорожного движения. Проводится работа по становлению и укреплению в системе органов внутренних дел подразделению по контролю за оборотом наркотиков и по делам миграции. Треть всех преступлений на Дальнем Востоке регистрируют в Приморском крае. Это связано с тем, что Приморье – пятый регион по площади и первой по численности населения – около двух миллионов человек. Поэтому от граждан поступает множество обращений, и все они отрабатываются и тщательно проверяются. Только за прошлый год в органы внутренних дел поступило порядка 490 тысяч обращений о происшествиях. За последние годы в Приморье снизилось количество преступлений. Так, за 10 месяцев 2018 года зарегистрировано на 9,3% преступлений меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. За последние пять лет снижение наблюдается по общеуголовным видам преступлений – убийствам, грабежам и всем видам краж. Некоторые цифры сопоставимы с 1980 годом. Современная статистика МВД как раз идет с этого времени. Уменьшилась криминальная напряженность на улицах и в общественных местах. Снижение регистрации отмечено практически по всем видам преступлений. Так, сократилось количество преступлений тяжкой и особо тяжкой категории – минус 24%. В том числе убийств – 13% и фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью – минус 23%. Снизилось число краж – минус 11%, в том числе карманных – на 23%, краж транспортных средств – на 24%, сотовых телефонов – на 10%. Позитивных результатов удалось достичь благодаря своевременным сообщениям граждан о совершенных или готовящихся преступлениях – содействию добровольных народных дружин в охране общественного порядка, позволившей снизить криминальную напряженность на улицах и в общественных местах. На 32% сократилось количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Проводится работа по выявлению и уничтожению очагов произрастания дикой культивированной конопли. Граждане, причастные к незаконному наркообороту, привлекаются к уголовной ответственности. Из незаконного оборота изымаются сотни килограммов наркотических, психотропных и сильнодействующих веществ. Число разбойных нападений снизилось на 35,5%. Количество грабежей уменьшилось на 28,2%. Сохраняется тенденция к снижению уровня уличной преступности. Благодаря принятым мерам профилактического характера, количество преступлений, совершенных в общественных местах, снизилось на 12,8%. На улицах населенных пунктов края – на 14%. В рамках реализации антиалкогольного законодательства полицейскими выявлено и пресечено 1900 административных правонарушений. Тысячи литров алкоголя и спиртосодержащей продукции выведены из незаконного оборота. Нарушителей правил реализации алкогольной продукции привлекают к установленной российским законодательством ответственности. Как результат, число преступлений, совершенных в быту, сократилось на 22%. На 16,5% снизился уровень подростковой преступности. В 2018 году сотрудниками полиции Приморья раскрыт ряд тяжких имущественных преступлений, задержанные четверо граждан, промышлявших кражами из гаражей во Владивостоке. Подозреваемые дали признательные показания по 15 эпизодам преступной деятельности. Пресечена деятельность организованной группы, совершавшей кражи автомашин в краевой столице. Установлена причастность задержанных к 10 эпизодам противоправной деятельности. За совершение мошеннических действий задержан мужчина, который посредством размещения объявлений через интернет о продаже запчастей обманным путем завладел денежными средствами граждан. В настоящее время установлена причастность задержанного к 8 эпизодам преступной деятельности. Значимыми и вызывающими резонанс в обществе являются дела о незаконной добыче и реализации дериватов животных, занесенных в Красную книгу. Обвиняемые в незаконной охоте сбытие шкуры амурского тигра предстали перед судом. Следователями органов внутренних дел Приморского края окончены расследованием порядка 15 тысяч уголовных дел. Задачи по охране правопорядка, защите личных и имущественных интересов граждан, сотрудники органов внутренних дел выполняют, не считаясь личным временем, а порой жертвуя здоровьем и жизнью. Поздравляя коллег с профессиональным праздником, начальник управления МВД России по Приморскому краю Николай Афанасьев поблагодарил их за службу, пожелав профессиональной удачи и успехов в нелегкой работе, крепкого здоровья, мира и понимания в семьях, всех человеческих благ. Если говорить коротко, это все значимые события дня. Эфир телеканала Даль ТВ продолжит телевизионная версия праздничного концерта, посвященного Дню сотрудников органов внутренних дел. А я говорю вам до свидания. Спасибо, что вы с нами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА